Важно, чтобы мы, христиане, понимали, что Библия, которая нам дана, является основанием нашей христианской жизни. И нам надо принять решение о том, что мы будем верить ей. Кто из вас верит Божьему Слову? Необходимо не только верить Божьему Слову, но сделать Библию главным авторитетом. Должен в вашей жизни наступить такой момент. Все споры прекратятся. Библия не такая книга, о которой можно устраивать дебаты. Слово Божие — главный авторитет. И по мере того, как мы будем активировать нашу веру в Слово Божье, высвобождать веру в любовь к Божью, наша вера начнет привлекать вещи из невидимой сферы, и они будут проявляться в сфере физической, видимой. Подобным же образом у нас должна быть вера и в кровь Иисуса. А вера в кровь Иисуса — это результат вашего знания о том, что она совершила для вас. Она не должна использоваться только в песнях и надписях на майках. Кровь Иисуса могущественна. И мы, христиане, должны знать о ней. Мы должны применять ее в повседневной жизни. Встав утром, нам надо говорить, «Я верю, что сегодня у меня будет победа через веру в кровь Иисуса». Вам надо призвать кровь Иисуса на свой дом, зная, что никакая буря не коснется его, поскольку вы призвали на него защиту крови Иисуса. Вы призываете защиту крови Иисуса на своих детей, и даже если вам кажется, что ничего не меняется в вашей жизни, знайте, что кровь Иисуса делает свое дело. Помните, что у вас есть оружие, которое вы сможете использовать в любой момент. Если начнете развивать веру, вы поймете, что прощены, очищены, защищены кровью Иисуса. У меня есть успех и победа благодаря крови. У меня есть доступ к полному искуплению, избавлению от греха, болезни и бедности благодаря крови Иисуса. Христианин должен говорить так. Вот что о крови Иисуса говорит Библия. Я мобилизую свою веру в то, что говорит Слово. И я мобилизую свою веру в то, что совершило кровь Иисуса. Аминь. Мы говорим о пяти пунктах благодати, пяти пунктах силы, когда Иисус был распят. На Его теле было пять мест, из которых истекала кровь. Первое. Кровь текла из спины, когда Его били плетью, каждый раз, когда проливалась кровь Иисуса, она что-то приобретала для нас и одновременно от чего-то нас избавляла. Кровь, которая истекла из спины, приобрела для нас исцеление и избавление от болезней. Позвольте мне сейчас что-то сказать вам. Когда ваше тело атакует болезнь, сразу же призывайте кровь Иисуса, потому что вы верите, кровь Иисуса приобрела для меня исцеление, и я не могу болеть. Мне все равно, как я себя чувствую, все равно, что говорят врачи, ранами Иисуса, Его пролитой кровью, я исцелен. Номер два. На голову Иисуса надели терновый венец, и когда пролилась кровь, терн символизирует проклятие. Итак, когда кровь пролилась из ран на голове Иисуса, Он приобрел для нас благословение и избавил от проклятия. Воскликните. Я теперь благословен благодаря крови Иисуса. Благодаря крови Иисуса, я больше не под проклятием. Следующее место, откуда текла кровь, руки. Когда в руки Иисуса вбили гвозди, и из них истекла кровь, когда кровь излилась из Его рук, мы были освобождены и избавлены от бедности, и Он приобрел для нас изобилия. Руки — это символическое представление дееспособности человека, экономической дееспособности и силы. Благодаря крови, пролившейся из рук Иисуса, мы, братья и сестры, были избавлены от бедности. С мирской точки зрения, бедность описывается как нехватка денег. Но мы в предыдущих уроках показывали вам, что бедность — это не нехватка денег. Это недостаток в любой области вашей жизни. Вы можете иметь деньги в банке и при этом умереть от рака. В этом случае вы бедный человек с деньгами в банке, потому что у вас нет здоровья. Таким образом, бедность может быть в любой сфере вашей жизни. Большинство людей, услышав это слово, не определяют бедность. Таким образом, они говорят, «Я не бедняк, потому что у меня есть деньги в банке». Нет, нет, нет. Если в какой-то области вашей жизни есть недостаток, это бедность. Бедность определяется как нужда. Она определяется как долги, как недостаточность, дефицит. Бедность — это когда вы переживаете непродуктивность. Если вы не понимаете, что ваш недостаток — это не Божья воля, если вы не понимаете, что ваша нехватка — часть бедности, тогда вы принимаете такое положение вещей и говорите, «Ну, знаете, недостаток есть у всех». В ответ я скажу пару вещей. Первое — вы не знаете всех. Второе — то, что вы говорите, неправда. Вот что вы делаете. Вы слышите подобные высказывания и позволяете им определять свою точку зрения. Вы говорите, «Ну что ж, смиряюсь с недостатком в моей жизни, потому что в конце концов всем чего-то не хватает». Да, но это не воля Божья. Знаете, опять-таки, дело обстоит так, что вы не знаете всех людей, но те люди, о которых как и у вас есть нужда, эти люди просто приняли это. Они смирились с этим положением вещей. А Библия стремится донести до вас истину о том, что кровь Иисуса была пролита для того, чтобы вам не приходилось мириться с нехваткой в какой-либо сфере жизни. Но вы настолько смирились с этой ситуацией, одна из нелегких задач в проповеди этого учения — это чтобы вы поняли, что когда я говорю о бедности, я говорю о вас. Я говорю о нуждах в ваших отношениях. Я говорю о нуждах в вашем сердце, в вашем физическом теле. Я говорю о том, что если в вашей жизни чего-то не хватает, если в ней что-то надломлено, вы не можете назвать себя богатым, когда чего-то не хватает или есть какое-то разрушение, если у вас есть деньги. Не значит, что вы богаты из-за того, что у вас есть материальные блага. Вы богаты тогда, когда у вас ни в чем нет недостатка. Нет никакого разрушения, когда у вас мир, гармония, шалом, благополучие во всех сферах жизни. Это и есть воля Божья. Наверное, вы хотите спросить, что, серьезно? Вы хотите сказать мне, что Бог хочет, чтобы я так жил? Да. Это называется благословенная жизнь. Я говорю, это называется благословенная жизнь. А вы ограничиваете благословение вот чем. У меня есть деньги. Нет! Нет! У вас может быть... Послушайте, у вас может быть гигантский дом в несколько тысяч квадратных метров. У вас может быть тысяча машин, но при этом люди вас терпеть не могут. Вы ни с кем не дружите. Вы надменные. А это значит, что с вами что-то не так. Чего-то в вашей жизни не хватает. Вы бедняк с огромным домом и тысячей машин. Вы понимаете, о чем я говорю? Бедность не творение Божие. Бедность не была сотворена Богом для того, чтобы чему-то вас научить. Во-первых, бедность не была создана Богом, и во-вторых, у нее нет предназначения чему-то вас научить. В книге Притч Библия говорит, «Бедность бедняка — гибель для него». Бедность была сотворена для того, чтобы погубить вас, а не чему-то вас научить. Бедность — это творение дьявола, а не Бога. Сатана приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. И бедность — один из инструментов, которые он использует. В Евангелии от Иоанна, 10 главе, 10 стихе, Иисус говорит, «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». В расширенной версии говорится, «Чтобы имели ее во всей полноте, чтобы она переливалась через край». А мы не понимаем, что когда в нашей жизни есть какая-то нужда, то это не Божья воля. Христиане должны быть наверху, и в такой степени, чтобы мирские люди постоянно приходили к нам и просили показать им путь. Но почему это не так? Почему все, что мы имеем, это разговоры, галстук и футболка? Почему так вышло? Мы, христиане, мы знаем всемогущего Бога и наш Бог выше дьявола, но, глядя на нашу жизнь, этого не скажешь. Почему? Почему мы в постоянных неудачах? Почему мы подавлены и ограничены? Почему? Почему единственное, что мы можем предложить людям, это молитва? Как вышло, что мы не можем предложить людям молитву плюс финансовую помощь? Как вышло, что мы не можем предложить людям молитву плюс дом, в котором они могут жить? Как вышло, что мы не можем предложить молитву плюс работу? Как вышло, что мы не можем предложить... Вот что я вам скажу. Сегодня будет серьезное учение. Я противостану каждому вашему религиозному взгляду, которого вы придерживались и которым довольствовались. Мы христиане. Мы знаем Егову. И как получается, что у вас есть отношения с Еговой, но при этом у вас разрушенные отношения, вы все время болеете, у вас нет денег, в вашей жизни нет мира, вы не спите по ночам, однако же знаете Егову. Что-то тут не так. Или вы не знаете его настолько, насколько вы думаете, что его знаете, или же вы мешаете ему изливать благословения в вас и через вашу жизнь. Сегодня настало время стать серьезными. Я уже провозгласил, что эта церковь, все ее члены и все, кто с ней так или иначе связан, будут жить в изобилии. Итак, пора закатить рукава, настроиться на работу. Скоро вы избавитесь от духа нищеты, от демонической силы бедности. Вам незачем довольствоваться своими нуждами. Вам надо начать мыслить соответственным образом. Послушайте, к изобилию надо стремиться. Она не придет к вам само. Оно не постучится в вашу дверь и не скажет, «Вот я». Изобилие надо достигать. Вам необходимо стремиться к нему с верой. Что значит, вам надо начать использовать свой язык, называть несуществующее как существующее. Вам необходимо в это верить. Вам необходимо надавить на изобилие верой, чтобы оно появилось. Оно не появится само по себе, так же, как и исцеление. Исцеление доступно нам, но оно не будет доступно конкретно вам, если вы не будете стремиться к нему через веру. Библия говорит, что нам многое доступно. В Библии много обещаний. Однако некоторые христиане сидят, сложа руки и говорят, «У меня этого нет?» Ну, значит, не судьба. Нет. Вам надо стремиться к этому. Вам надо искать этого. Вам надо мобилизовать веру ради этого. Если вы не мобилизуете свою веру, вы станете человеком, сомневающимся в обетовании Божьем, потому что вы не поняли, как его получить. Вам надо стремиться к нему. К тому, о чем я сегодня говорю, надо стремиться. То, о чем я рассуждаю с вами сегодня, вам надо достигать этого через веру. И вера — единственный способ это получить. Однако вера не будет действовать до тех пор, пока не станет известна воля Божья. Если вы не знаете о том, что изобилие — это воля Божья для вас, если вы сомневаетесь и говорите, «Ну, я не знаю об этом», тогда ничего не получится. Вы не получите ничего из обещанного Богом до тех пор, пока не будете знать, что это воля Божья для вас. Если вы не верите в то, что исцеление — это воля Божья для вас, вы станете больным. И если эта болезнь предназначена для того, чтобы убить вас, вы умрете, потому что не верите, что выздоровление — воля Божья для вас. Пожалуйста, поймите, мы имеем отношение с Иисусом через веру. Вы должны верить в Библии. Это главное, предварительное условие в системе Царства Божьего для того, чтобы все работало так, как должно работать. Вы должны знать, что преуспевание — это воля Божья для вашей жизни, а иначе оно не проявится. Вы должны знать, что изобилие и жизнь в благословении — это воля Божья для вас. Вы должны знать, что воля Божья для вас и иметь исцеление, избавление, счастье и полноту радости. Вера не будет работать до тех пор, пока вы не узнаете волю Божью и не поверите в нее. Воля Божья есть что? Слово Божье. Господь, покажи мне свою волю. Читайте Библию. Покажи мне свою волю. Читайте Библию. Скажите громко, Слово Божье есть воля Божья. Если я не знаю волю Божью, то это вероятно, потому что я не знаю Слова Божьего, и моя вера не будет работать до тех пор, пока я не узнаю волю Божью. То, чем я хочу поделиться с вами сегодня, потрясающе. Вы поняли, что я только что сказал вам? О, я сказал вам начать отсчет, но это была только разминка. Я хотел посмотреть, смогу ли я заставить бесов волноваться до того, как начну делиться этим сокровищем. А вы, как я вижу, все еще здесь. Значит, с вами все в порядке, верно? Хорошо, я хочу, чтобы вы сосредоточились, сконцентрировались. Я хочу, чтобы вы с этого самого момента уловили каждое слово, которое я буду говорить вам. Мы верим в то, что это воля Божья, благодаря крови из рук Иисуса. Воля Божья для нас жить в изобилии. Знаете, Бог хочет дать вам преуспевание. Мы об этом говорили на прошлой неделе. Он хочет дать вам преуспевание не для того, чтобы вы приобрели еще большие дома и построили большие амбары. Он хочет дать вам преуспевание для того, чтобы вы могли помогать нуждающимся. Он хочет дать вам преуспевание, чтобы исполнился завет. У вас хороший дом и хорошая машина, но это не может быть вашей конечной целью. Ну, меня это не очень интересует. Знаете, я хочу, чтобы мне хватило на жизнь для меня, моей жены, моей собаки и моей аквариумной рыбки. Вот и все, что мне нужно. Аллилуйя! Ну, так это называется не смирение, а эгоизм, потому что в ваших интересах только вы сами. Аминь. Вы должны трудиться, работать своими руками для того, чтобы вы могли уделить тем, кто нуждается, потому что мы всегда в нужде. И пока вы не разорвете порочный круг жизни человека с пустой чашей, ожидая, что кто-то наполнит ее, вы никогда не сможете быть благословением, потому что вы не поняли, как быть благословением. Вы никогда не станете благословением, человеком, предотвращающим несчастья в жизни других до тех пор, пока не научитесь быть благословенным. Мы ходим с пустой чашей, наполни мою чашу. Мы должны ходить с наполненным кувшином и быть готовым наполнить пустые чаши. Да и аминь. Я слышу, что вы говорите, наступит день, когда я стану таким. Вы должны стремиться к этому с верой. Вам надо читать слово Божье и говорить, я человек с кувшином в руках. Аллилуйя! Я не с пустой чашей в руках. Я человек с кувшином в руках. Я готов наполнить чашу других людей. Я благословен, чтобы быть благословением. Каждый из присутствующих хочет быть благословенным. Но если вы не заинтересованы в том, чтобы быть благословением для других, важно знать, что с этим благословением делать. Что, мы обязаны сидеть и слушать? Это опять? Вы ничего не обязаны делать. Можете умереть таким, как вы есть. Все зависит от вас, но я хочу помочь вам понять о позиции сынов из Сахара, у которых было понимание о временах и сроках и о том, что происходило на земле. Скоро произойдет что-то великое, и вы окажетесь на стороне Господа или на другой стороне, и я говорю, лучше вам не оказываться на другой стороне. Я желаю, чтобы вы оказались на стороне Господа, на земле Гесем, а не в Египте. В земле Гесем был свет, было приумножение, было изобилие, а в Египте нехватка, бедность, нужда. Мы знаем, что преуспевание воля Божья для нас. Мы знаем, что Бог хочет дать нам преуспевание, но вы точно не уверены, как Он это сделает. Как Он это сделает? Вот в чем вопрос. Я вам могу точно сказать, что Бог не будет использовать финансовые пирамиды и манипулировать людьми. Не буду углубляться в эту тему. Как Бог даст вам преуспевание? Как Он это сделает? Пришлет вам чек или с дерева начнут падать пятитысячные купюры? Нет. Давайте двигаться небольшими шагами и разбираться. Третий Джон. Третье послание Иоанна, второй стих. Давайте прочитаем этот стих вместе. Вы готовы? Я верю в то, что Бог проговорит к вам сегодня. Когда я говорю, Бог может что-то сказать вам, запишите то, что Он скажет. Бог может дать вам прорыв через это слово. Второй стих. Возлюбленный, более всего желаю, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Прочитаем в расширенной версии. Возлюбленный, я молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, чтобы твое тело было здорово, точно так, как преуспевает и здравствует душа твоя. Обратите внимание, Библия говорит, моя молитва о том, чтобы ты был успешен во всем, во всем, не только в финансах, но во всем. Был успешным в здоровье, в отношениях, в ясности разума. Он даже упоминает о здоровье тела. Но в чем ключ к успеху во всем? В чем ключ к тому, чтобы у вас был мир, шалом и изобилие во всех областях жизни? Он упоминает об этом здесь, как преуспевает и здравствует душа твоя. Таким образом, ваш успех во всех остальных областях жизни базируется и определяется тем, что происходит в вашей душе, в вашем разуме, воле и эмоциях, в том, что вы думаете, чувствуете и выбираете. Ваша душа – ключ к миру, шалому, здоровью и преуспеванию во всех областях жизни. то есть все снова возвращается к месту Писания, которое мы постоянно читаем. Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Будьте трезвомыслящими. Иначе говоря, вот что говорит Павел. У вас не будет успеха во всех областях жизни до тех пор, пока вы не будете успешны в обновлении ума, в том, чтобы ваш разум был в согласии со Словом Божьим. Если ваше мышление не находится в согласии со Словом Божьим, если ваш склад ума не соответствует Слову Божьему, то почему вы думаете, что ваша жизнь может быть успешной? Если ваша душа не преуспевает, преуспевание не будет и в вашей жизни. Если вы не успешны в своей душе, то с чего вы взяли, что можете быть успешными в какой-то области своей жизни? Итак, Писание говорит, успех должен быть в любой области вашей жизни, а Бог хочет дать вам преуспевание и мир во всем. Успех в жизни начинается с преуспевания вашей души. Вы преуспеваете в своем уме? Кто-то скажет, а как это сделать? Что такое преуспевающий ум? Это ум, находящийся под влиянием и в согласии со Словом Божьим. Если вы не читаете Библию, ваш ум не может преуспевать в том, чего вы не знаете. Ваше мышление не изменится, если вы не читаете Слово. Мне интересно наблюдать за тем, как люди принимают спасение. Они принимают его, а потом говорят, дело сделано. Нет, не сделано. Это только начало. Когда вы родились свыше, когда вы отдали свою жизнь Иисусу, это было подобно рождению ребенка. Дело было не так, что ваши родители сказали, ага, ребенок родился, ну ладно, пока. Надеемся, ты будешь хорошо развиваться. Происходит не так. Вам необходимо начать процесс обновления, преуспевания своего ума. По мере того, как преуспевает ваш ум, ваша воля и эмоции, все приходит в согласие со Словом Божьим. Затем ваши действия, идеи и поступки будут в согласии со Словом Божьим, и вы поставите себя в позицию, благодаря которой Бог поведет вас по правильному пути. Но вот что происходит сегодня. Большинство детей и подростков этого не понимают. Они думают, Библия и ее изучение — это самое ненужное, что можно делать. Я имею в виду, что сегодня дети и подростки думают и говорят только о славе и известности. У них такие разговоры. «Ты кем хочешь быть? Я хочу стать рэпером, я хочу стать баскетболистом». Ну а что, если у тебя нет способности к баскетболу? У тебя получается это или нет? Если есть способности, то это то, на что Бог дал вам помазание. То, что вы призваны делать. Вам надо открыть для себя, к чему вы призваны и помазаны, вместо того, чтобы игнорировать свое призвание и пытаться делать то, для чего вы не были сотворены. Вы продолжаете пытаться делать то, для чего вы не были сотворены, потому что восхищаетесь тем, кто был сотворен для этого. Но вы будете восхищены гораздо больше, когда откроете, для чего были сотворены. Я не огорчаюсь из-за того, что не сотворен, делать то, что я хотел делать, потому что я открыл для себя, к чему призван Богом. И когда вы достигаете понимания о том, что вы были сотворены делать, вы преуспеваете в этом. хорошо. Это все. Я не огорчаюсь. Я лучше остаться здесь. Хорошо. Итак, душа — это ключ. Первый шаг. Первая база — обновление ума, чтобы он пришел в согласии со Словом Божьим. Для этого мы читаем Библию. Для этого мы ходим в церковь. Для этого мы слушаем проповеди. Мы стремимся к тому, чтобы наше мышление соответствовало Слову. А когда наше мышление находится в согласии со Словом Божьим, мы возрастаем в святости. Мы достигаем святости тогда, когда наш ум будет в согласии со Словом Божьим. Хорошо. Большинство людей, услышав это, говорят «Аминь». Но меня интересует не это. Меня интересует, будете ли вы это делать после проповеди сегодня, а завтра, во вторник, в этом году и следующем, потому что это процесс. Вы не сможете обновить свой ум за один вечер. Вы не сможете сделать это, приняв такое решение в первый день Нового Года. Обновление ума — это не одномоментное событие. Это процесс, который длится всю жизнь. Хорошо, послушайте. Во втором стихе третьего послания Иоанна говорится, что Бог благословит вас материально и во всех остальных областях вашей жизни через преуспевания. вашей души. Бог даст преуспевание в вашу душу, в ваш разум, в вашу волю и эмоции. Он даст вам понимание о законах изобилия. А затем, когда вы начнете применять их и позволите им расти, вы пожнете великий урожай в любой необходимой вам области. Теперь послушайте меня. Вернемся к основному. Сосредоточьтесь на том, что я только что сказал. Я знаю, что нам важно пребывать в слове и обновлять свой ум. Для чего? Для того, чтобы быть в единстве с Богом. Мы не поймем Бога до тех пор, пока не поймем Его Слово, потому что Его Слово противоречит рассуждениям и доводом мира сего. Бог хочет, чтобы вы обновили свой ум Словом для того, чтобы усвоить основы Его языка, чтобы вы могли общаться с Ним, чтобы Он мог говорить к вам, вести и направлять вас. Для этого вы должны понимать Его язык. Если я буду говорить с вами на языке, которого вы не понимаете, вы не будете знать, что я говорю, и у нас не будет общения. я не могу дать вам направление, потому что вы не знаете основ языка. Так что обновляйте свой ум Словом Божьим для того, чтобы вы могли иметь общение с Богом. А почему это так важно? Это важно вот почему. Пока вы не обновите свой ум Словом Божьим, в вашей жизни не будет прорыва. Духовный прорыв в вашей жизни произойдет только тогда, когда вы сможете слышать, как Бог говорит вам Своё Слово. прошлое. Субтитры сделал DimaTorzok